Благодарность президенту республики Татарстан. Благодарность ему, самому первому. Борис Кузнецов единственный оставшийся в живых герой Советского Союза в республике. Свой первый подвиг он совершил еще 18 лет в битве за Днепр. Сегодня у него день рождения. Герой 92. Имениннику в подарок ключи от автомобиля. Вот этот автомобиль в день его рождения вместе с вами мы ему вручим. Наш Татарстан – это колыбель нашей России. Фотография на память – шутка от президента и звание заслуженный работник транспорта России. Флюруиш Мухаметова к этому шла, а точнее ехала почти 40 лет. Женщина работает водителем трамвая в Челнах. Я живу рядышком в Усть-Катаве, где наши трамваи выпускают. Потом я там работала 4,5 года водителем-испытателем. И потом что-то захотелось, свою судьбу в Челнах. Среди награжденных сегодня и наша коллега – редактор «Болго-радиус» Люция Шарафиева. С этого дня она заслуженный работник печати и массовых коммуникаций. Мы 15 лет в эфире, и я принимаю награду как награду для моего коллектива. Под торжественный оркестр и привычный для себя поддесменты медаль ордена за заслуги перед республикой получает Александр Славутский. Его качаловский сегодня собирает только полные залы. У меня есть разные звания, почетные награды российские, но эта награда для меня наиболее дорогая, потому что она за заслуги перед республикой, за то, что мы делаем. Государственные награды сегодня получили больше 50 татарстанцев. Это учителя, врачи, экономисты, аграрии. Этот смисок можно было бы еще продолжить. Благодаря энергии, таланту людей, увлеченных своим делом, воплощается жизнь самой смелой идеей в науке, образовании, медицине, культуре и других не менее важных отраслях. Но награды – это, конечно, не пик карьеры и жизни сегодняшних героев. Уже меньше, чем через неделю наступит Новый год, в котором они продолжат доказывать свою профессиональность и что знаки отличия на груди – это не случайность, а следствие. Слават Мухмадуллин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Казань. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова